Привет, коллеги! В эфире BlondieCode, лайфхаки программиста. Давно не было никаких видео в этой рубрике, потому как я взялась делать курс по созданию сайта блоговой платформы. Если вы еще не подписались на мой канал и не видели ни одной серии JavaScript практическое занятие, переходите по ссылке, там много интересного. А сегодня у нас в меню платежка. Столкнулась я с такой нуждой, как генерация PDF-файла. После отклика от платежной системы пользователю нужно отправить PDF-файл, которую он сможет распечатать и подшить к своим отчетам для налоговой. Будем рендерить такую платежку при помощи модулей Node.js. В нашей PDF-ке будут разные текстовые данные, картинка и даже ссылка, куда бы вы думали, на мой канал, конечно. Все эти чудеса может в себя включать PDF-файл, и вы наверняка думаете о том же, что и я, когда захотелось сделать эту платежку. Было бы неплохо трендерить HTML-страничку в PDF-файл. Для начала раскачаем простенький сервак. Мои подписчики наверняка зададут мне вопрос, а где экспресс, где привычная структура сервера, и почему в коде ECMAScript, который я так яростно отрицала на фронтенд. Ну, во-первых, Node.js умеет работать с ECMAScript без всяких там Babel и даже Harmony, а во-вторых, надо иногда отказываться от своих привычек и пробовать что-то новенькое. Так что сегодня мы еще и раскачаем свой роутинг и рендер темплейт безо всяких там фреймворков, чего беспокоит дедушку экспресс по пустякам. Все, что понадобится нам в этом проекте, это HTTP, чтобы стартануть сервер, EGS, чтобы отрендерить темплейту, и, собственно, модуль HTML-PDF, который сделает для нас заветный PDF-файл. Отправляем сервер слушать порт. Тут у нас, кстати, модная функция стрелка. В теории, должна избавить код от утомительного слова function и ускорить его написание. На практике моя IDE делает подстановку уже после первых двух букву, так что скорости набора кода мне это не добавило. Но выглядит симпатично, да. Ловим ошибку, а если все окей, отдаем моднявый лог с подстановкой переменной. Создаем сервер и описываем для него обработчик запросов. Обработчик ловит реквесты и респонс. Тут никаких сюрпризов. Сюрприз меня подстерегал, когда я захотела отдать статические файлы, вроде картинок, стилей, скриптов, иконок. Тут пришлось прибегнуть к помощи Fs. Сделаем простой тест, что запросил пользователь страницу или файл. Если есть точка, значит есть расширение, значит попросим Fs прочитать это для нас. Не забудьте сделать из URL физический путь к файлу. Прилепим дирнеем к ссылке. Файл будет отправлен в респонс. Логотип компании, результат работы Fs, как и Favicon, ну и CSS файл. О нем поговорим позже. А если это страница, тут можно тоже проверить реквест URL, если вы хотите дописать полноценный роутер. У меня же любая страница будет рендерить платежку. И JS рендер файл конвертирует темплейт в HTML код. Путь к темплейте тоже. Склеиваем с дирнеем, засылаем параметры на темплейту. В боевом режиме это были данные о платеже пользователя, который вернул банк. Давайте посмотрим к темплейту. Она лежит в корне проекта под именем template.js. В хэд вставим заголовок, кодировку и иконку. Подключим CSS, но на самом деле HTML PDF не читает эту секцию. Так что это нужно только, если вы отображаете HTML страницу. Для генерации PDF нужно все стили описать непосредственно в атрибуте style к каждому тегу. Кстати, если вы делали рассылку по e-mail, темплейты для рассылки описывались аналогично. Подставляем параметры к темплейту. Логотип компании, данные о заказе, контакты плательщика и все, что вам нужно. Я сверстала платежку при помощи обычной таблички из 10 колонок. Самый надежный способ рендера темплейта для слепого модуля вроде HTML PDF. За счет атрибута call span выравниваем макет. Параметры особого внимания не заслуживают, кроме парочки. Первый это дата платежа date, потому как будет отформатирована на мой вкус. Если номер месяца из одной цифры, например 9 месяц, хочу увидеть 0,9, аналогично для дня месяца. Слепим все через точку и добавим full year. Получится дата в формате 0,1, 0,9, 2017. Всех с прошедшим днем знаний, товарищи! После того, как EGS обработает темплейту, к нам вернется результат. HTML. Его и будем скармливать генератору PDF. Для начала соберем опции. HTML PDF принимает на вход формат, в данном случае А4. Кроме того, можно передать в лице Haze. Я, как обычно, оставлю под видео ссылку на официальную страницу модуля, так что не проходите мимо. Еще нам понадобится путь к конечному файлу. Я хочу увидеть результат директории проекта под именем file.pdf. Еще один интересный момент. Можно было бы отправить результат рендера в HTML PDF, но я решила заморочиться отображением картинок. Беда в том, что HTML PDF не воспринимает URL-изображение, ему нужен только физический путь к файлу. А вот браузер, наоборот, отказывается отображать изображение по физическому пути. Можно было бы забить и поставить картинку в HTML превью вслепую, но это же серьезный проект, а не поделка школьника. Сделаем так, чтобы и PDF, и HTML радовали нас изображениями. Заменим в результирующем HTML коде URL-изображений на физические пути. Реплейсом добавим протокол-файл и дернеем в начале URL-картинок. Теперь можно запускать создание PDF-файла. Метод create принимает HTML-код, уже модифицированный с учетом физических путей. Опции – размер холста. ToFile – записываем файл по указанному пути. Ловим ошибку, если что-то не получилось в HTML PDF, и отправляем пользователю исходный HTML, который создал EGS. Вот, собственно, и все. Имеем в итоге и HTML превью платежки, и PDF-файл, сохраненный на жестком диске. Еще один момент, которому я обещала вернуться – CSS-файл. На этапе генерации PDF он никак не участвует, но я прикрутила его для того, чтобы задать HTML-страницу альтернативной стиле относительно PDF. И правило тут только одно – Max Width равная 595 пикселей, ширина листа А4. Если отключить это свойство, страница растянется на всю ширину экрана, но это никак не повлияет на PDF-ку. Зато так дизайн платежки будет максимально приближен к конечному рендеру в PDF-файл. Вот такая получилась зарисовка на тему платежки. Исходный код, как всегда, под видео. Забирайте, допиливайте под свои нужды, и не забудьте поставить лайк под видео, звездочку на гитхабе, отправить ссылку на видео своим коллегам и написать мне что-нибудь доброе в комментариях. До новых видео и приятного вам программирования! Субтитры сделал DimaTorzok